Нисио-будо утонченное искусство. В нем нет лишних движений. Оно трогает душу. И опленен красотой этого искусства. Тетсюдзё Фукоэ является главным настоятелем буддийского монастыря секты Сингон. Сразу после окончания университета я отправился путешествовать по Европе, Африке, а также посетил множество других мест. В конце путешествия произошло мое знакомство с буддизмом. Благодаря чему я начал больше прислушиваться к себе. Но основной причиной моего интереса к боевым искусствам стала встреча с учителем Йосидой. Занятия проходили в тренировочном зале на территории моего буддийского храма. Тогда я еще не занимался боевыми искусствами. Но на меня произвело большое впечатление то, как учитель вел занятия. Это было очень красиво. Когда мои дети подросли, то начали заниматься кендором. И мне захотелось тоже чем-то заняться. Священники обычно не занимаются спортом. Я хотел найти нечто такое, в чем я смог бы раскрыть свою душу. Поэтому после встречи с учителем я увлекся айкидо. Будучи настоятелем буддийского монастыря, Фукуэ-сан выбрал для практики такое боевое искусство, которое по духу ближе всего его религиозным убеждениям. Айкидо и буддизм похожи между собой. Только способы выражения в них разные. В айкидо используется оружие. Но оно обращено лезвием в обратную сторону. Смысл использования этого оружия заключается в том, чтобы искоренить себе все плохое. Это характерно также и для тибетского буддизма. Поэтому я думаю, что между буддизмом и айкидо много общего. Каждая техника в Ниссио Буддо построена таким образом, что предоставляет по меньшей мере 5-6 возможностей покончить с противником. Однако в идеале человек, выполняющий ее, каждый раз воздерживается от такой возможности и переходит к следующей стадии, как бы задавая вопрос своему противнику. А как теперь? Это то, чего ты хотел? И таким образом постепенно приводит его к переосмыслению ситуации. В этом смысле Ниссио Буддо предлагает идеальное боевое искусство, которое можно было бы назвать Буддо-прощение. Я объясню на примере одного из самых показательных приемов айкидо – Ириминагэ. В нем также заключен дух айкидо. Все движения в этой технике заставляют противника пересмотреть свои действия. И еще раз. Сметаем и контролируем. Тут я могу нанести удар. Контролируем здесь и здесь. Это одна из самых типичных техник айкидо с мечом. Мы все время контролируем противника, но не причиняем ему вреда. Это и есть айкидо. Меч в Ниссио Буддо не используется как инструмент смерти. Напротив, здесь ему возвращается его истинная, изначальная природа, как ее понимал создатель системы. Меч выступает как идеальный инструмент для исправления всего неправильного в мире и для самосовершенствования личности. Между использованием оружия в Ниссио Буддо и в старых школах существует разница. Хотя основополагающий образ мышления одинаковый, способы выражения у них разные. У сенсея Ниссио боевое искусство выражается в постоянном принятии и прощении противника. И это относится ко всему, что бы мы ни использовали. Меч, палку или айкитоху. С другой стороны, старое иайдо традиционно ассоциируется с моментальным убийством противника одним-единственным движением. Форма отличается, но основополагающий образ мышления одинаковый. И там, и там оружие используется для самозащиты и самосовершенствования. Я так считаю. Существует также способ использования палки против мяча. Попробуем продемонстрировать. Останавливаем противника. Здесь я могу нанести удар. Используя палку таким образом, заставляем противника пересмотреть свои действия. Еще раз. Следуя за противником. Если противник понял свою неправоту, то убираем оружие. Так что мы можем использовать палку таким же точно образом. Отдельным разделом несио-будо, стержнем всей системы, является так называемый айки-тохо-иай. Айки-тохо-иай – это метод использования мяча, специально разработанный сёдзи несио на основе своего опыта изучения различных школ иайдо. В нём отражены все основные принципы техник айки-до и наглядно демонстрируется взаимосвязь движений тела без оружия с движениями мяча. Айки-тохо-иай представляет собой серию кота, основанных непосредственно на техниках и движениях айки-до. Здесь меч также служит не для того, чтобы рубить и убивать противника, как это делается в других стилях яй-до. а для того, чтобы направлять и вести его. В айки-тохо-иай заключён дух айки-до. О-сэнсэй учил тому, что противнику нельзя причинять вред. Его следует направлять в правильную сторону. Поэтому сэнсэй-ни-сио трансформировал будо, которое забирает жизнь, в будо, которое дарует жизнь. Он занимался иайдо, и на этой основе создал айки-тохо. В технику иай он привнёс айки. А в айки он, наоборот, привнёс иай. И таким образом обновил айки-до. Из айки-до он создал айки-тохо. Так на основе двух дисциплин он в конце жизни разработал техники айки-до. Поэтому я считаю, что айки-тохо – это то, что позволило сэнсэй-ни-сио наиболее полно выразить себя в жизни. По своём будо сэнсэй-ни-сио не имитировал техники основателя, а старался воплощать на практике его философию. Духовные и философские концепции айки-до приобрели в его системе совершенно конкретные физические измерения. Например, в нисио-будо никогда не используется боевая стойка. Согласно идее основателя, боевая стойка является основой, на которой строится конфликт. Соответственно, в айки-до нет стойки как таковой. Естественное положение тела позволяет человеку моментально входить в атаку противника, как только тот соберётся двигаться. Развивая эту мысль, сэнсэй-ни-сио отказался от боевой стойки и при работе с оружием. По его мнению, при практике айки-до с мечом или дзё, позиция тела должна оставаться такой же естественной, как и при работе без оружия. В то время как в основных стилях айки-до, а теми, упреждающие удары, давно перестали использоваться, сэнсэй-ни-сио считал их абсолютно необходимыми для успешного проведения техник. Однако, в отличие от таких боевых искусств, как карате, удары в нисио-будо используются не для того, чтобы победить противника одним решающим ударом, а скорее, чтобы на мгновение отвлечь его внимание и нарушить позицию его тела и равновесия. Сэнсэй-ни-сио часто говорил, что для него а теми являются душой японских боевых искусств. Они временно нейтрализуют боевую способность противника и позволяют ему исправить свое поведение и вернуться в первоначальное состояние. Среди принципов нисио-будо, перекликающихся с основными убеждениями Мориха и Усибы, одной из основных является концепция того, что намерению и движениям противника не следует оказывать противодействие. Наоборот, должен происходить процесс объединения энергий, дыханий и движений, что позволяет нейтрализовывать агрессию противника и контролировать его атаку. Сэнсэй-ни-сио считал, что контролируя атаку противника следует прощать его и давать ему возможность признать ошибочность своего поведения, а не наносить ему травмы или убивать. В более широком смысле основной целью сэнсэя-ни-сио было вернуть японским боевым искусствам их изначальный дух. Для меня нисио-будо это один из способов самовыражения и сама жизнь. Мне кажется, совершенство в боевых искусствах это скорее неосуществимая мечта. что же касается моего отношения к совершенству, то мне кажется, что совершенство это путь. Я думаю, что не существует определенной формы проявления этого понятия. Но что имеет значение в этом вопросе, так это постоянное желание находиться на пути к совершенству. Впосредством практики айкидо я сейчас стараюсь найти ответ на вопрос в чем состоит совершенство и существует ли оно в жизни вообще. Субтитры создавал DimaTorzok